Друзья, приветствую всех на канале Птичий Дом. Сегодняшний небольшой видеообзорчик будет посвящен западку, который я изготовил совсем недавно для одного из своих подписчиков. Западок выполнен из дубов, в качестве прудика использована оцинковка диаметром 1,6 мм, расстояние между прудками 10 мм. То есть 10 мм позволят удержать практически любую птицу. Даже самую маленькую, будь то крапивник или королек, однозначно птичка не вылезет. Но в то же самое время размеры западка позволяют ловить птиц довольно крупных. То есть щур, клёст, ну неважно, что там еще, соловей, дворакушка, но это уже не настолько крупный, но все равно. В общем, западок достаточно универсальный. По размеру он 35 на 18 на 18. Я не называю точных размеров, то есть там все плюс-минус сантиметр. Потому что где-то стоевые дают 1,6 см, где-то они не дают 1,6 см. В общем, размеры приблизительные, но суть в целом должна быть понятна. Сами размеры боковых хлопушек примерно по 8 см. То есть в целом, даже если попадется довольно крупная птица, она там сможет развернуться и ее не убьет дверкой в момент захлопывания западка. Механизм использован томский, то есть сторожок находится на самой дверке. И снизу, ну думаю, тут объяснять ничего не надо, все все знают, все понимают, о чем я говорю. Так примерно все это дело выглядит. Соответственно, в действии все приводится двумя пружинами. По две пружины на каждую дверку. Взводится легким движением руки. Западок я покрыл в один слой лаком, просто чтобы хоть чуть-чуть обезопасить древесину, из которой он изготовлен. В целом-то дубу ничего не будет, но лучше перестраховаться, чем потом страдать с рассохшимся или с дневным западком. В целом, по конструктиву и по описанию, я думаю, все понятно. Ну и сейчас постараюсь продемонстрировать, как он работает. Буду кидать в хлопушку небольшую крышечку от объектива. Весит она 10 грамм. Ну и если я сразу попаду по сторожку, то все должно закрыться. Ну да, с одной стороны я попал сразу, с другой стороны могу оказаться косороким и не попасть. Нет, тоже попал. То есть, как вы видите, крылья захлопываются. Захлопывается одно крыло, второе остается открытым. То есть, можно ловить птиц, которые особо не боятся и не шугаются происходящего. Ну, допустим, те же самые синицы. Это у нас как там дела в других регионах, я затрудняюсь сказать. Но, конкретно в случае Курской области, синицы будут ловиться абсолютно без проблем. И вероятность того, что пока вы будете ждать, что в крыло зайдет второе, первое из него выскочит, это такая вероятность таких развитий событий практически исключена. Соответственно, центральная клетка довольно большая. То есть, в нее можно посадить чижащий гла клеста щура. И, в принципе, оперение птицы останется более-менее в адекватном состоянии. То есть, ну, надо понимать, что все-таки это западок. Это средство лова, которое транспортируется постоянно. Ну, и особо большим его делать не стоит. То есть, можно было, конечно, сделать и побольше. Но это было бы уже лишним. Я думаю, что вот такой размер оптимален для большинства птиц, которые будут в нем транспортироваться. Что еще сказать по поводу этого западка? Ну, как я уже говорил, каждая хлопушка приводится в действие двумя пружинами. Пружины неленивые, то есть, они со временем расслабляться не будут. В качестве пружины использовалась столистая проволока. То есть, в целом, я думаю, что своему хозяину и будущему владельцу он прослужит довольно длительный промежуток времени. Опять же, учитывая то, что выполнен он из дуба. То есть, я думаю, что лет 5-10 это как минимум. А там, видишь, и больше. Наверное, по конструктиву, по западку все. По поводу цены заказов, которые, я уверен, появятся в комментариях. Если вам это интересно, то заходите в группу ВКонтакте, ссылочка на которую будет в описании и в шапке канала. И пишите уже там. Потому что отвечать на YouTube довольно проблемно. Вести, вернее, какие-то беседы на YouTube довольно проблемно. А в группе ВК вы всегда можете обратиться ко мне напрямую. Мы всегда сможем с вами договориться по цене, пересылке и так далее и тому подобное. Спасибо всем большое за просмотр. Надеюсь, видео понравилось. Надеюсь, что западок вам понравился. Не забываем оставить комментарии, подписываться на канал. И заходить в группу ВКонтакте. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.